Вы, значит, спрашивали, как колдунник пройти? За деревней найдёте прудик, а от него тропинка. Пойдёте той тропинкой, пока не наткнётесь на одинокий камень. Обойдите его и сверните с тропинки в лес. К нам ищите разбитую телегу. Спасибо. Только злая не причиняйте, суды. Мы тут про таких, как вы слыхали. То есть? Ну, про таких, что колдуньи жгут. Значит, и у вас охотники за колдуньями побывали? Нет, но слухи про них ходят. И как я вас, сударь, увидел с этими мечами, так сразу и подумал. Значит, правду говорят. Я ведьмак, а не охотник за колдуньями. Что? А это не то же? Нет. Ничего я вашей колдуне не сделаю. Ну, вот и хорошо. Она недавно тут поселилась, но умная аж страх. И собой не дурна, если кому худющее нравится. Спасибо за помощь. Будь здоров. Большой камерный труда. Чтобы быть мой старик, не сидел все время в корчме. Камни есть. Теперь направо и до телеги. Ну что, паскуда? Камни есть. Телега. Ведьмина хата где-то рядом. Молока не дает. Госпожа, коровенка, значит, с говна уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Я теперь что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голоду околели. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. В полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычасти хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. Сто крат спасибо. А теперь довольна. Хватит на сегодня, идите по домам. Госпожа сегодня немилостивая. Не судачьте про нее. Она же не попросит. Есть кто дома? И куда она делась? Она собрала неплохую библиотеку. Нечасто в Велине встретишь такие побрякушки. Нечасто в Велине встретишь такие побрякушки. У него сильная аура. Это артефакт или... Так вот, куда она исчезла. Так, так. А здесь мило. Мне было любопытно, как быстро ты разберешься, Гераль. Я наверху. Не стесняйся. Не стесняйся. Здесь справляется garage. Люди,kel. С physics и выберешь потом? Кудесна! Наhausт 상태9330. Т Dec! Было? Привет, ведьмак. Вот еще. Где? Ты поглазить сюда пришел? Нет, поговорить. Отвернись и подожди. Кейра Мец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя сейчас, я ненавижу ее во сто крат сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это бывшая советница короля Фольтеста. Какая прелесть. Ты сохранил эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая ты обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело. Тебе есть какие-нибудь вести о чародейках изложия? Нет. В такие времена опасно знать друг о друге слишком много. И ты даже не пыталась с ними связаться? Несколько раз мне хотелось, но я даже не знаю, кто ответит и кто будет слушать. Я просто обязан тебя спросить, что ты тут делаешь. Дай-ка подумать. Может быть, дышу свежим воздухом? Или восхищаюсь видами? А может, я укрепляю вечный союз города и деревни? Нет. Я тут скрываюсь, Геральт. Ты слепой? Ты не видишь, что ли, что творится в мире? Ты о гонениях мычародеев? Да. Я говорю о новом увлечении Родовида. Он уничтожает всех, кто занимается магией. Ты что, не слышал об охотниках за колдуньями? Убийцы прочесывают север вдоль и поперек. Жгут манускрипты, вешают ворожеек, пытают травниц. Как тебе роль деревенской колдуньи? Кошмарно. Безграничное почтение окрестных крестьян тебя не радует? Они уважают любого, кто сумеет изготовить мазь от геморроя. Ты ведь давно уже здесь. Достаточно, чтобы покрыться плесенью. Ты не представляешь, как я ненавижу это место. Выбрала странное место для укрытия. Я не выбирала. На севере люди Родовида ловят чародеек, как рыбу в пруду. Юг занят Нильфгаардом. Куда мне было бежать? Император держит чародеев на коротком поводке, но от ремесла не отлучает. Родовит и Эмгир отличаются всем, кроме одного. Оба они ненавидят ложу чародеек. А я входила в ложу. Ну, к делу. Я ищу одну девушку. Какую? Которая, как говорят, перешла дорогу местной колдуни. Что за вздор? Местные девки ни за что бы не осмелились со мной ссориться. Она не местная. Что-то ты темнишь, Геральт. Если тебе нужна помощь, скажи, о ком идет речь. Кого ты ищешь? Цири. Цири? А, тогда понятно, почему у тебя такая таинственная мина. И насупленные брови. Говоришь, она поссорилась с какой-то ведьмой. То есть ты ее не видела? Нет. Но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которая не похожа на крестьянку. Что они говорили? Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Я всю жизнь буду тебе благодарен. Это немало. Но поскольку ты постоянно втравливаешь меня в неприятности, думаю, мне следует потребовать аванс. Ох, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Расспрашивал о ней эльф. Не заеденный блохами с Каятаэль, а эльфский чародей. Что мог делать в Велине эльфский чародей? Я пыталась его расспросить обо всем. Еще бы. Но ты же знаешь этих эльфов. Он спрашивал куда больше, чем отвечал. Как он назвался? Как он назвался? Никак. И он был в маске. Весь такой таинственный, но... Он мне понравился. Умный, с хорошими манерами. Он сказал, что ему нужно о Цири? Только что они должны были встретиться в Велине. Он хотел знать, не появилась ли она раньше него. Он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать. Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле подлесья. Это деревушка такая. Я схожу туда с тобой. Зачем? Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому эльфу. Он пообещал мне кое-что, но так и не он. Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. А я тоже хотела бы увидеться с Цири. Можем отправляться? Да, идем. Пришли. Ты уже была здесь? Нет. Я надеялась, что эльф вернется, как обещал, или появится эта его девушка. В любом случае, я понятия не имею, что нас ждет. Но давай выясним. Давай же!